Добрый вечер, у меня есть дочь от первого брака. Ее отец умер, когда ей было 2 года. На тот момент я уже покаялась. Были разные события в жизни, не очень хорошие, до того, как я вышла замуж второй раз. Дочери было уже 7 лет. Муж будущий был из другого города. Мы изначально разговаривали, что будет переезд на его территорию. Через 2 года брака я продала квартиру и переехала с мужем и дочерью в тот город, который он видел для жизни. Не могу сказать, когда и что пошло не так, но мы живем, как на американских горках. Отношения с моим ребенком у него такие же. Он считает, что она потребитель, а я для нее нянька. Ну, классика жанра. Дочь уже его не воспринимает. Постоянно ссоримся на почве их отношений. Она все делает не так. Правда, она невнимательна часто бывает, но он агрессивно реагирует на это. Дочери 11. Понимаю, если он не станет с ней строить отношения, искать подход, все так и будет. А она ли через 7 соберется и уйдет из дома? От постоянных ссор, как к мужчине, у меня к нему нет интереса. Развод очень страшное слово, грех, позор, как вернуться домой, не представляя. Понимаю, что дальше так нельзя запуталась. Он запрещает мне рассказывать, что у нас проблемы. Хочу прийти к пастору, но опасаюсь его реакции. Это знаешь, я нашла внутри себя опухоль, допустим, в каком-то месте. Она у меня болит, причиняет мне боль, но я не пойду в больницу, потому что вдруг скажут, что это рак. Ну, это вот примерно одна и та же история. Также недавно мне пишет одна женщина. Женя, помолитесь, пожалуйста. У меня у знакомой подруги есть дочка, она не кушает, уже как пятый месяц или четвертый месяц не ест, анорексия. Если поест, то обязательно это все из себя достает. Помолитесь, чтобы Бог ее освободил. Я говорю, конечно же, это какой-то чужой человек, я помолюсь, не проблема, это все замечательно. Но девочка умирает от анорексии, люди умирают. А родители не ведут ее в больницу, боятся, что ее поставят на учет. Боятся, что поставят на учет, но не боятся, что она умирает. Вот у меня вопрос, давайте в себя придем, ну, это же как бы страшные вещи. Так и здесь, все уже давно там разрушено, и там беспредел, но мы боимся рассказать это пастору. Так в этом-то и сила. Вообще дьявол силен, когда? В тайне, в темноте. Когда ты начинаешь говорить, да, это неприятно, да, это позорно, да, это будет много мнений, да, это будет вот... Это повод поговорить вокруг тебя. Ну и что? Зато это выход из ситуации. Потому что признавайтесь друг перед другом, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Потому что именно когда я иду к пастору, или к служителю, к священнику, или просто к духовной подруге, я на что претендую? Я претендую как раз-таки на этот духовный акт. Тем более, если люди эти в церкви, верующие, все еще претендуют на какие-то... Что такое, я считаю, верующие? Это когда ты претендуешь на некие стандарты, ты хочешь соответствовать, ты хочешь свою жизнь корректировать, расти, развиваться в некий идеал, да? Как модно сегодня говорить. Лучшую версию себя там создать. Ну, лучшую версию себя лучше создавать в Божьем присутствии, где нет тьмы, где есть свет. Поэтому тут у меня нет вот только один ответ. Вам придется... Кто-то из вас первый должен это вскрыть. А иначе это будет катастрофа. Ну, это знаешь, такой есть синдром улитки. У тебя был аквариум в детстве? Нет. Вот у меня были аквариумы в детстве. Заведешь улитку, она ползает, ползает по аквариуму. И ты подходишь, улитка ползает. Она же такое как бы... Как растение, незаметное такое. Она чистит сам аквариум. А в этом аквариуме меняешь, ракушка есть, а улитки нет. Понимаешь? Ну, мы же не улитки. Это вот из той серии, когда... Помнишь, до этого вопрос девушка задавала? Еще отца для своего ребенка вот тоже нашла. Мотив. Нашла отца. А счастье не нашла, да. То, что очень сложно, вот когда мужчину вроде бы она встретила, да, а он так и не стал отцом для ребенка, и сплошные проблемы, что в путь до развода сейчас. Так это изначально неверный момент. Не надо искать отца для ребенка. Вот смотрите, сила в чем? Божественная сила. Вообще божественный замысел. Это вот мое мнение. Я, конечно же, могу ошибаться. Я всего лишь человек. Еще и женщина. Но вот мое мнение. Что значит проявление Бога на земле? Бог — это же не мужчина. Да. Это же мужская и женская природа. Проявление Бога на земле — это когда мужчина и женщина любят друг друга. Когда мужское начало и женское начало полюбили друг друга настолько сильно, что в рамках этих, вот именно вот в этом союзе, в этой любви, вот в этой некой энергии хорошей, рождаются или воспитываются адекватные дети. Что такое проявление сатаны на земле? Это когда женская и мужская природа встретилась по каким-то другим мотивам. Она ищет отца, он ищет, ну, не знаю, там, домохозяйку, уборщицу. Чтобы это, кости хрустели, или как вопрос был в предыдущем? Да, чтобы кости хрустели от тяжелой работы. Вы понимаете, вот он мотив, все это проявление дьявола на земле. Вот в рамках этих взаимоотношений все разрушается. И поэтому какой бы мотив ни был, единственная причина, по которой люди должны жениться или выходить замуж, это любовь. Когда они любят друг друга, когда между ними есть любовь, а не когда, извините, у меня есть условия для любви, тебе надо любить мою дочь. Да дочери это сто лет не надо, чтобы какой-то чужой дядька лез в ее жизнь. Детям нужен мир. Это когда хорошо вокруг, атмосфера любви. Вот ты встречалась с человеком, который влюблен, от него же просто заряжаться можно. Мы когда с мужем, например, дома обнимаемся, дети всегда пытаются встать посреди. Вот они вот такие, я замечаю, мы стоим, обнимаемся, и ребенок обязательно должен протиснуться. Конечно, почему атмосфера, им хочется быть частью этого. Поэтому изначально неверные мотивы, и, конечно, это все обречено. Вам надо убрать из контекста взаимоотношений ребенка вообще, он тут ни при чем. Оставьте в покое ребенка, стройте взаимоотношения между друг другом. Там, вот там самая-то основная часть. Позвольте Богу проявиться, Бог проявляется. Возможно, может быть, да, есть какое-то неуважение, проблема, потому что если у мужа по отношению к женщине, если бы между ними была гармония, на основании этого он бы так не относился к ребенку. Мужчина вообще, это такое создание уникальное. Он любит то, допустим, это статистика, просто цифры. Мужчина любит детей, женщины, с которой живет. И, как правило, это не его дети. Не в плане любит там, испытывает к ним безумные чувства, мужчина вообще такого, ну, это редкий случай. Но именно любит социальной любовью, заботится, сдерживается, обеспечивает, и пошло-поехало. Это статистика!